я тебя порубаю вывезу в лес и никто тебя не найдет а он справку о психическом здоровье предоставлял суд я сам буду трахать свою жену я так поняла импотентом он не оказался почему же это была доля правда если из родителей какой-то папа пришел значит потом этот папа поддавался преследовать наши суды демонстрируют удивительную скорострельность такое условие 5000 долларов и ты вводишь адвоката которого она назовет дама сердце это не дома но может быть сердце европейский суд уже открыл производство я выяснила что два тома дело так и продолжали находиться в архиве то есть верховный суд эти документы даже в глаза не видел абсолютно и никого ничего не смущает к радости одних и к огорчению других мы продолжаем на меднее фонд демократических инициатив выставил ужасающую статистику украинским судам не доверяют 46 процентов опрошенных респондентов оно и не удивительно ведь зачастую украинские судьи ведут себя с гражданами желающими защитить свои законные права и интересы как с вассалами господа почему так сегодня мы услышим один из ответов на этот вопрос наталья здравствуйте расскажите что у вас произошло спасибо за это интервью до история длинная длиною наверное в 11 лет с апогеем последние два года бывший супруг большого алексей 1 августа 2020 года взял нашу совместную дочь на прогулку машу и больше после этой прогулки не верну соответственно с алексеем мы до этого были в браке с 2014 года и в браке в пятнадцатом году у нас родилась совместная дочь пока я находилась в декрете все было вполне хорошо ну насколько это могло быть проблемы были и намного раньше но пока я была сфокусирована на дочке она родилась с врожденным дефектом мы занимались лечением все три года восстановлением реабилитацией это был очень долгий очень тяжелый процесс и когда я уже вышла на работу после декрета собственно у нас начались накаляться отношения потому что бывший супруг был очень ревнивый и любой мой поход на работу в офис это всегда сопровождалось какими-то допросами скандалами молчанками после этого и так далее и вот уже в процессе моей работы когда дочке было пять лет мне ну во первых у меня были частые командировки и с каждой командировкой все больше и больше отношения накалялись доходило до того что бывший супруг взламывал мой телефон планшет рабочий но до того как вы вышли на работу этого не было этого не было потому что я была полностью изолирована я сидела дома и у нас не было няни возможно были какие-то признаки тирании до рождения ребенка до были и мы расходились расходились надолго потом сходились потому что человек говорил что он работал с психологом что он проработал свои проблемы ну и в целом до старался демонстрировать что действительно он там что-то понял что-то поменял но надолго его не хватило и это с большей силой проявилась уже после выхода из декрета полностью взламывалась вся личная переписка все рабочие письма читались даже допрос был например я там пишу я отвечала за все страны в одной из компаний в которой работала и там значит пишу коллеги какой-то запрос вот он говорит а почему ты там вот так ему пишешь а не эдак я говорю почему ты считаешь мою рабочую почту это вообще коммерческая тайна и конфиденциально вот ну и после этих переписок например там мог молчать длительное время мы не общались но так как я была сфокусирована на ребенке и на работе и пыталась это совмещать и все успевать ребенком занималась исключительно я даже если я ехала в командировку я брала свою маму убрала свою дочку и мы ехали в командировку мама помогала с ребенком рабочее время я занималась работой если это было там один-два дня буквально то маша могла оставаться в киеве ходила в садик и моя мама приезжала и полностью обеспечивала как бы все занятия с ребенком кружки и садик плавание там заботу о ребенке и так далее а почему это время был за папа был занят работой папы всегда не менее четырех дней в неделю тоже были командировки а когда их не было он все равно был занят а кто наш папа значит он работал на разных позициях в частных компаниях когда мы познакомились он возглавлял направление торгового маркетинга в одной из украинских компаний дальше это были разные компании на разных позициях там директор по маркетингу или коммерческий директор в основном из всех компаний его увольняли не позже чем год работы потому что было понятно что человек очень много говорит очень мало делает на данный момент он официально два года безработный из последней компании его также уволили и это как раз говорите также уволили а за что его увольняли за отсутствие результата любой собственник любой генеральный директор который берет тебя на работу это позиция топ уровня да там директор по маркетингу или коммерческий директор и от тебя ожидаются определенные результаты которые озвучиваются еще на этапе собеседований и когда ты работаешь да есть кипя и которые измеряются это там деньги доля рынка там продажи охваты и так далее и соответственно этих результатов не было они не были достигнуты и понятно что по истечению времени любой собственник или генеральный директор видя что результатов нет говорит о том что ну скорее всего нам нужно расставаться собственно это и всегда происходило с каждым разом учитывая что у нас разница в возрасте 10 лет он с каждым разом мы все тяжелее бы младше или старше ему было тяжелее с каждым разом искать работу плюс рынок не такой большой все знают друг друга там условия условно через шесть рукопожатий да ты всегда можешь найти знакомого человека и поэтому рынок уже знал там репутация достаточно слабая уже было и работу с каждым разом было искать все сложнее а учитывая что я кардинально поменяла карьеру после декрета и новое направление в которое вышло ну стало таким очень переломным я бы сказала пика в моей карьере то большинство времени которое мы уже жили после моего выхода из декрета мы жили собственно на те деньги которые я зарабатывала за исключением тех коротких периодов когда ему удавалось найти работу выйти там поработать там восемь-десять двенадцать месяцев были да абсолютно вот мы ездили на море я оплачивала там сети поездки у него есть ребенок от первого брака мы всегда мы ни разу по моему не ездили на отдых без его старшей дочери иногда там брали маму ну то есть это как бы было нормально и даже в декрете когда мы находились и лечили нашу дочь денег на лечение не было у меня было получается до брака куплена моя машина и я покупала машину моей маме и уже в браке когда мы столкнулись этой ситуацией платить было нечем мы тогда жили в днепропетровске потому что переехали туда на время декрета у него была работа по договору и соответственно мы там работали он работал я была в декрете и занималась лечением дочки и его очередной раз этой работы увольняют мы остаемся без денег тут лечение операция ребенка я прямо в больнице днепропетровский детский областной клинический центр я прямо на парковке больницы продаю свою машину чтобы расплатиться за операцию дочки и на эти деньги мы потом еще в киеве жили пока он там искал работу и соответственно я там выходила из декрета и тоже вот его этот момент никак не смущал ну нет потому что это был не первый раз в нашей совместной жизни и как-то по умолчанию да ну и вообще когда ты живешь в семье наверное это нормально когда есть какие-то сложности один из партнеров там выручает 2 и вообще ну всю семью как бы я считала что это нормально вот и когда у нас уже отношения накалились алексей практически со мной не разговаривал и у него дошло до того что раньше он сам ночью вскрывал там все мои девайсы и читал а после этого когда он читал он уже начал будить меня и допрашивать то есть в том что написано почему отправлено и так далее и после того как и не спала несколько ночей ну то есть я засыпаю меня будет я опять засыпаю меня опять будет я и так еще совпало что я хотела получить поехать получить английский там в америку или великобританию он нам для работы нужен да конечно и я говорю что я хочу поехать там хотя бы недели на две ну потому что очевидно что неделя абсолютно бесполезно на что он сказал нет это даже не рассматривается какая-то домашняя неделя да я говорю что тебе же не нужно заниматься ребенком я могу взять маму и машу и мы можем поехать нет категорически нет и все это совпало с этим бессонными ночами я говорю ты знаешь я как бы не хочу больше отношений с тобой я вижу что дальше уже ну нечего обсуждать мы не можем разговаривать я я начала чувствовать что я внутри заболеваю ну вот такое было состояние я говорю что я больше не могу жить вообще в такой атмосфере и ну то как я себя чувствую это вот хуже не придумаешь у меня еще там параллельно мама заболела нужно было заниматься лечением то есть я просто разрывалась и когда ты приходишь домой в такую атмосферу то я адовый ад абсолютно вот еще наверное где-то пару дней мы находились в одной квартире это была съемная квартира когда мы переехали из днепропетровска это был момент когда у нас не было денег и моя подруга разрешила нам пожить в ее квартире по сути я в ней живу по сегодняшний день и ну естественно что мы ничего не платили за эту квартиру и там проходит два дня он не не дает спать продолжает не давать спать и в один из дней я засыпаю просто вырубаюсь отключаюсь пока укладываю машу и просыпаюсь наверное какой-то инстинкт сработал я открываю глаза а он стоит над моей головой уже вот так с руками я не знаю что он хотел сделать но до этого у меня прям были сообщения в вайбере он их прям по удалял когда начались суды что я тебя порубаю вывезу в лес и никто тебя не найдет я просто вскакиваю я говорю забирай вещи уходи из квартиры и отдай от квартиры ключи потому что больше но ни одной ночи я с тобой здесь находиться не буду вот и он он вывез вещи забрал ключи мы с машей остались жить в этой квартире и соответственно он переехал к своей маме мы продолжали общаться для меня вообще не поддавалось сомнению то что дочка должна с ним общаться у них нормальные взаимоотношения были ну и понятно что папа который появляется дома раз в неделю он очень любимый по это папа праздник и никаких абсолютно вопросов не было мы договаривались то есть он мог увидеться с ней в любой день там после садика либо выходные дни либо если даже в течение недели я после работы забирала машу и он был в киеве то я прям привозила ее окнему в офис они общались я вечером забирала то есть в плане общения с ребенком с моей стороны абсолютно никаких барьеров не было в один прекрасный день и я ему пишу что если ты будешь в этом году собираться на море там с старшей дочкой или не важно в каком составе что пожалуйста возьми машу с собой он мне пишет о да можно насколько я пишу ну как это только ты твои финансы определяют насколько мы договариваемся я говорю только пожалуйста если это за границей если это какой-то отель то давай согласуем потому что ну важно чтобы в отеле для ребенка были условия а это питание из-за того что у него тот врожденный дефект для нее очень важно было соблюдать питание прям вот как часики и я говорю согласую модель просто скинь мне ссылку я посмотрю и да и поеду сделаю разрешение тебе на выезд мы так и договорились он сбрасывает ссылку и говорит сделай и привези разрешение в субботу от нотариуса а я говорю так ты же еще не купил ну мы-то согласовали отель но ты не знаешь да ты ты не купил тур под что я буду делать разрешение еще в мае когда он выехал из квартиры я говорю что давай подадим на развод учитывая что у нас ребенок нам только через суд нужно разводиться он говорит подавай я не буду идти подавать значит хочешь иди подавать или надо или да я взяла значит просто скачала в интернете образец искового заявления для развода когда я в семье есть ребенок и написала там значит что ну прошу развести определить место жительства дочки со мной и там назначить алименты подала этот иск еще в мае и он его видел этот иск но ничего не прохали не происходило потому что иск попал в суд первой инстанции шевченковский районный суд города киева судья притула и находился у судьи там какое-то время без рассмотрения и потом судья своим постановлением разделила этот иск на три отдельных из к вам требования да соответственно мы договариваемся про отдых согласовали отель и нотариальное разрешение я говорю что я не успею например если даже ты мне скажешь там в пятницу в обед даты я не успею с работы тебе в субботу утром привести разрешение купить тур и я под тур на следующий же день привезу тебе разрешение хорошо хорошо мы как бы договорились и он очень спешил дальше вот обязательно в субботу привези мне машины документы и там вот это нотариальное разрешение но я как бы апеллировала до к этим просьбам объясняла почему я это не могу сделать но ничего не зародилось никакой задней мысли о том что а почему не зародилась это очень важный момент почему-то кстати наверное кроме доверия у него есть старшая дочь и он ушел из первой семьи когда ей было четыре с половиной или пять лет и учитывая что папа ушел и был папой праздником по выходным мама устраивала свою личную жизнь папа устраивал свою личную жизнь и эта девочка она жила с няней словом отцовских чувств он особо не проявлял никаких не говорилось что нет так удобно и что бывшая жена неадекватная и даже спрашивать ее об этом не буду ну она действительно как бы вела себя неоднозначно потому как когда там они расходились и разводились то половина района слышала о том что он импотент и и что это она от него уходят и ну и так далее вот поэтому я поняла импотентом он не оказался почему же это было даже про правды вот и соответственно как бы я не сомневалась что ему не нужны и дети когда мы расставались до этих всех скандалах все мои коллеги это были мои любовники по его версии не было человека такого в компании с которым я там не переспала вот и он караулил под моим офисом сидел в кустах уже после того как вы разошлись и после и до это было все время на протяжении всех взаимоотношений и были такие сотрудники внутри моей компании которых он приглашал якобы на собеседование он говорит я вот работаю в компании там директор там такой-то вот ищу себе кандидата давайте пообщаемся приду якобы предлагал им работу говорит ну пока сейчас я там все оформлю штатные расписания там вакансия сейчас жди а пока ждешь как там наташа что она делает с кем она общается вы часто общаетесь а куда она ездит а с кем она там общается и тогда изощренный парень абсолютно и ну не было такого человека в компании из мужского полоски кому бы он не позвонил не представился кто он одним он звонил угрожал вторым он звонил пытался якобы по-хорошему общаться и что-то выспрашивать обо мне ну и это продолжалось то есть даже после того как мы разошлись мы например с машей гуляем там в садике я прихожу за ней есть еще дети которых не забрали и мы начинаем играться вместе я там с машей с этими детками с воспитателями общаюсь приходят их родители этих детей мы начинаем с родителями общаться но опять же ну просто по-дружески если из родителей какой-то папа пришел значит потом этот папа поддавался преследование вот возле дома у нас есть озеро на котором детская площадка и тоже ну общались то мамы и папы и дети все вместе там все до кучи и то же самое вот у нас есть семья которая с которой мы все время гуляли и был был же шковица долгое время и мы уже все сдружились мы уже как родственники там были это же он потом и на этого папу и заявление в полицию писал и что только он не делал еще есть но у меня вопрос а он справку о психическом здоровье предоставлял в суд ну да даже нас как бы ни о чем не говорит справка вот бывший мой коллега с которым мы работали в этой же компании он вызывал на встречу угрожал кидался на него орал на пол улицы он даже запись сделал говорит я тебе не врут просто я записал чтобы ты услышал может там коллега была с внешностью аполлона да не но обычные ну как обычные парень и более того парень младше меня у него семья у него ребенок ну мы все как бы общаемся и он записал этот стоял и орал я сам буду трахать свою жену значит никому он говорит да мне надо твоя жена у меня своя есть вот и там на этого бывшего коллегу например по моему даже сейчас в днепропетровском рвд лежит заявление о том что этот коллега там чуть ли не над машей там я не знаю сексуальное насилие совершал ну то есть фантазия очень бурная а и кстати из днепровского рвд со мной тоже поделились записью когда его вызывали на допрос что он рассказывал на этом допросе о том что у меня дома притон я проститутка алкоголичка наркоманка и соответственно ну и там все что из этого может следовать вот поэтому соответственно мы договоряемся об отпуске тут же договариваемся что в субботу он забирает машу погулять на прогулку я привожу машу в ресторан прага где проводят время все все безработные люди города киева вот я привожу передаю ему машу мы договоримся что в субботу в 9 вечера он вернет ее домой и так как мы ездили к моей маме в крюковщину на выходных это киевская область то что он привезет ее туда в 9 вечера я стою на улице вышла думаю сейчас же с минуты на минуту там подъедут жду никого нет там 10-15 минут начинаю звонить номер не отвечает а до этого уже были тут он пишет что наташа спасибо что ты дала машеньку погулять мы уезжаем на море собери ее вещи и документы отправим моему адвокату там на отделение новой почты такое-то я буду тебе присылать фотографии я уже ну я знала что есть в украине проблема когда родители воруют своих детей я читала истории весь фейсбук ими полон сложно не увидеть но на тот момент я понимаю мне срабатывает наконец-то эта логика что да скорее всего это вот как раз этот случай я начинаю писать что не делай ошибку дай мне во-первых поговорить с ребенком во вторых скажи где она находится потому что утром когда ее отдавала у нее была такая легкая температура и я еще напишу что может быть сегодня пропустим пусть она дома отлежится он говорит нет я буду ее беречь мы будем у моей мамы я там есть значит чай поспать все организую ну хорошо как бы я отвезла и я же пишу что у нее было утром температура ты и целый день оказывается протягал никакого отдыха ничего не было и у нее нет ни сменной одежды с собой ничего что где она находится и ну и все как бы человек выключил телефон на этом у нас уже дальше адекватности не было я звоню я еду домой к его маме там их нет я начинаю обзванивать всех и вся в конечном итоге в час ночи и еду в полицию в голосеевское управление полиции пишу заявление о том что пропал ребенок у меня нет связи я не знаю где она я не знаю жива ли она вот пишу заявление как бы о том что случилось у меня принимает это заявление со мной связывается инспектор ювенальной превенции и начинает говорить что это же папа у вас вы официально даже не разведены а мы на тот момент еще не были официально разведены ребенок находится с папой и значит все хорошо все отлично я говорю так а где ну где ребенок находится с папой вы видели физически ребенка вы знаете где находится папа с ребенком ну вот мы договорились значит встретиться с папой говорит мне инспектор ювенальной превенции и это 4 августа 4 августа она встречается с папой папа на встречу приезжает без маши показывает ей фотографии с машей и говорит вот маша с ней все хорошо я папа и голосеевское управление полиции закрывает дело и дает мне что ребенок с папой все прекрасно вы не в разводе место жительства не определено спасибо до свидания 7 августа это я уже рассказываю то что я узнала позже но по хронологии 7 августа шевченковское управление полиции по заявлению папы проводят психологическую оценку маши в зеленой комнате с психологом заявление папы мама совершала насилие над ребенком избивала мама проститутка маминой клиенты значит сексуальное насилие над ребенком совершали и так далее и до этого к этому заявлению был приложен психологический высновок психолога без образования это просто студентка психологического факультета психологичный высновок от 27 июля то есть на момент я свидетельство есть вообще ну позже у нее появился диплом бакалавра но это было уже позже чем был составлен есть я о другом спрашивала имеет основание осуществлять свою профессиональную а у нее не было образования на момент составления я понимаю вы понимали разрешение да конечно поднимали более того и и потом допрашивали в суде и судья приняла ее вы снова как доказательство к делу я притула а судья приняла отдельное определение а как эксперты и и допрашивали как эксперт по ходатайству адвоката ну к примеру возможно вы захотели привлечь к ответственности вы написали заявление в минюст хороший вопрос да она шарлатанка но учитывая что мне даже в голову не приходило что суд просто любой человек с улицы может написать любое психологическое заключение до подписаться и сказать что я учусь на втором курсе заочного психологического факультета где-то там слове на пупках и это будет принято как заключение эксперта психолога то есть мне в голову не пришло но очень зря вот нет в полицию я на нее не писала у меня достаточно было остальных заявлений написанных на меня для того чтобы ну понятно как работает стратегия да мы подаем на тебя заявление 50 штук за все про все презумпции невиновности в нашей стране никто не слышал поэтому доказыванием того что ты не олень это собственно твоя задача а не задача полиции доказать что ты виновен вот поэтому я соответственно параллельно занимаясь тем что я отмахивалась того что я не проститутка не наркоманка не мама которая совершала насилие или там никого я не убила соответственно я ходила и доказывала все это когда я увидела это заключение я приехала в шевченковское управление полиции меня вызвали на дачу пояснений я в тот же день когда меня вызвали приезжаю на дачу пояснений вижу его заявление что он написал вижу заключение психолога от 27 июля психолога без образования и говорю окей я напишу пояснений но напишу пояснений подам его вместе с адвокатом то есть сейчас я вот здесь писать ничего не буду потому что мне не хватает до знаний вообще для того чтобы правильно и полноценно отстоять свои права и права своего ребенка тогда же они мне не по моему в тот же день это если оценка ребенка была 7 августа то вызвали они меня где-то то ли в конце августа то ли даже в начале сентября вот на вот эту дачу пояснений то есть я приезжаю там начале сентября или в конце августа уже не помню и вижу что 7 августа у них еще была вот эта зеленая комната и заявление папы я беру все эти документы уезжаю мы готовим пояснения и я значит привожу эти пояснения подаю в шевченковское управление полиции в превенцию ну и общаюсь как раз сидит этот руководитель ювенальной службы ювенальной превенции шевченковского уп и мы прям с ним разговариваем я говорю ну как же тогда и по-человечески я была в шоке я говорю ну вот вы видите меня да я работаю вот там все мои документы вот на мои пояснения вы уже видите меня лично да вы общались с папой вы видели ребенка кстати говорю вы видели ребенка ну да он ее привозил я говорю ну так какой результат я не могу от найти своего ребенка голосеевская уп мне отказали как я мама да вот могу разыскать свою дочь и вообще что делать в таких случаях он говорит ну вы же понимаете это не от меня зависит от мне надо было с вас взять пояснение я с вас взял что дальше будет не я решаю говорит мне руководитель ювенальной превенции шевченковского ровд что не он решает что будет дальше ну окей мы уезжаем в надежде что понятно если мы дали пояснения с вот такой пачкой доказательств то дело понятное будет закрыта но нет дальше было очень много заявлений поданы в днепровское управление полиции о том что я опять же совершала насилие и днепровское управление полиции открывает уже там они через суд все это вносят в ердер открывают и открывают и открывают вот я приезжаю там днепровская пишу все эти пояснения ну то есть как на работу езжу ну и параллельно у нас наконец-то судья притула 25 августа выносит решение о разводе и там 28 сентября она вступает в силу то есть ну было очень много проблем что-то делать пока ты официально не жаловала решение разводе в апелляции слава богу нет но он там был против чтобы я его фамилию оставляла а я оставляла сознательно потому что ну как у меня есть ребенок да и потом он будет доказывать что это даже не мой ребенок но уже к тому времени я понимала что больно выдумку богатого дома что в украине может быть все поэтому на всякий случай лучше сохранять как бы параллели вот и начинается основное дело получается тот иск который я подала еще в мае на место проживания ребенка судья он не валялся даже не открыла производство по нему то есть статусом на 1 августа когда ребенка украли даже не было открыто производство по определению места жительства и когда украли машу и 14 августа мы подали новый иск об определении места проживания ребенка и отобрание от отца без лишения родительских прав параллельно вместе с этим же иском в этот же день мы подали заявление на обеспечение иска в виде назначения графика встреч на время разбирательства по делу о месте проживания а судья притула одним розчерком пера сразу же отказывает мне в обеспечении иска одним днем шло дело разводе шло дело об элементах судья притула его рассматривала и появилась третье дело второй раз она уже появилась в месте проживания ребенка и вот на заседании по элементам когда я к притуле уже как на работу ходила и на заседании по элементам она снова начинает там допрашивать факты какие-то выяснять а где жил ребенок там до 1 августа и так далее я там отвечаю на эти все вопросы и она говорит ну так ты сама виновата ты виновата сама в том что вы сразу не заявили от вот вы же видели не объективность пристрастность в алиментах она просто вынесла незаконное неграмотное решение с нарушением всех процессуальных прав которые которые потом естественно большинство упруга обжаловал и это решение ну по сути просто было подтереться если да соответственно когда дело по элементам закончилась но на нее же попадает этот третий новый иск о месте проживания она его получает и в рамках места проживания мы четыре раза подавали отвод 2 2 раза жалобу в высший совет правосудия ничего из этого единственный раз один отвод попал на другого судью шевченкова шевченковского суда который его отклонил все остальные три раза она сама отклоняла мой отвод дальше в этом деле соответственно было вообще ну можно сериал снимать значит она сначала не рассматривала дело то есть с августа месяца как она отклонила мое заявление об обеспечении иска и мы пошли его обжаловать в следующей инстанции в сентябре было назначено первое заседание вот вы обжаловали в апелляционной инстанции чем закончилась апелляция вынесла отменила решение суда первой инстанции и вынесла постановление о графике встреч которые я просил сказав что это полностью в интересах ребенка это полностью уравнивает права сторон в этом споре и дальше постанова апелляционного суда пытался бывший супруг оспорить в верховном суде и верховный суд оставил в силе решение апелляционного суда подчеркнув что очень важно сохранить отношения мама с ребенком и что все предоставленные вот те доказательства куча открытых ердерок там куча каких-то отписок управлений полиции кстати управление полиции никакого я не было они ни разу обвиняемой на меня нет ни одного там админ или какого-то еще протокола ничего на меня нет но при этом есть куча писем начальника шевченковского управления полицией и начальника днепровского управления полиции которого позже повязали за взятки о том что что значит по заявлению папы открыты производства что меня на допросы не высылали что доказательств не найдено о том что хоть что-то совершалось из того что папа сказал но я виновата вот так они прям в письме в своих письмах написали и он эти письма значит все в суд ну верховный суд посмотрел слава богу хоть они знают о существовании презумпции невиновности не сказали что это не более чем перекрученные там факты и какая-то там другая оценка фактов и доказательств которые из людей в апелляции была судья музычка верховным елена белоконь вот и соответственно эти решения вернулись в шевченковский суд судья притула да они были справедливы абсолютно просто не заангажированы просто вот по букве закона без единой какой-то это и вы были вынесены аргументированные решения прям разобранные каждая бумажка была описана и каждой бумажки в деле было неприсово ленились и подчеркнули да вы говорите судья притула о чем я всегда говорю профессионала судья в себе всегда может дорастить а вот человека до судья притула даже не открывая дело которое к ней вернулась верховном суде то есть моем понимании как если ты вынесла незаконное решение которое обжаловали последующие две инстанции скорее всего при получении тебе нужно хотя бы прочесть да а чем аргументировали те суды ну и дальше это использовать как-то в своей практике ну нет судья притула упаковала эти дела прекрасно в архив где они пролежали весь оставшийся срок рассмотрения дела первое заседание было в сентябре второе в декабре в этих заседаниях абсолютно ничего не происходило то есть шли какие-то обмены там ходатайствами доказательствами кто-то явился заседание кто-то не явился до марта до марта месяца от в декабре было следующее и потом в марте следующее дело никуда не двигалась ничего вообще не происходило в какой-то день мне поступил звонок от человека вотсап который представился как сотрудник прокуратуры города киева и который может мне дать очень ценную информацию о моем деле по ребенку который рассматривает судья притула я встретилась с этим человеком на печерске в кафе и он сказал что я могу помочь с рассмотрением дела в твою пользу я знаю что она никуда не двигается и что его рассматривает притула значит у притулы такое условие 5000 долларов и ты вводишь адвоката которого она назовет я решила до этого момента вы записали этот раз нет я не знала что он мне будет предлагать и соответственно я на тот момент я был человек открытый к любой помощи и хватающийся за любую соломинку а он удостоверение пока нет 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 никаких документов я знаю только его имя ни фамилии ничего и и ну соответственно если бы я согласилась он говорит если ты согласишься то значит ну понятно что мы там как-то там я тебя познакомлю с нужными людьми там кто тебя будет сопровождать дальше и так далее вот и он мне в телефоне говорит вот смотри вот судья притула якобы ее номер вот белоконь которая рассматривает твое дело сейчас верховном суде я как раз в тот момент когда мы с ним встречались дело в едином реестре это несложно узнать у большого появляется новая группа адвокатов которая входит в дело там март 21 это март 21 года которая входит в дело и если дальше посмотреть или послушать заседание суда с судьей притулой совершенно очевидным становится что у них прекрасные взаимоотношения и на заседаниях творилось такое что на голову не натянешь ну все начиная от того что судья например дает слово да я говорю слово или там мой адвокат начинает говорить она нас сразу же останавливает это не по сути все вторая сторона говорите свое слово мы так а мы хотим сказать и она начинает орать я здесь решаю что кому говорить я сказала нет в этом а это все вот на пленке да все записи судебных у меня есть это на видео записано потому что на видео не это предоставить на видео на видео сидит судья перед ней вот такая стопка судебных дел то есть лица мы ее не видим и из-за стопки крики я хочу снимать видео и если представитель боится что я снимаю от ее коллега я не хочу так работать потому что куда я поставлю на ваши папки на наши папки ходить вот плюс понятно что первое заседание еще снимала потом просто телефон лежал на видео включенный все фиксировалось но как бы происходящее не видно адвокаты прямо матом то есть вот лавка наша вот лавка адвокаты матом оскорбления которые все как ну их все слышно мы неоднократно что прерываем просим судью это прекратить она 0 эмоция я знаю таких судей вот когда просто они сидят и кайфуют от того что идут разборки понимаете а тут не было разборок потому что нас затыкали на мне дну судья нам не давала сказать слова они как удовольствие получают возможно я не отрицаю но она вообще в это время просто писала и рассматривала подписывала какие-то документы чужие папки не вникая что происходит ее задача была только постоянно меня прерывать затыкать рот моему адвокату угрожать тем что она сейчас нас удалит из зала хотя мы кроме как ответов на ее же вопросы или вопросы второй стороны мы ничего не делали вот и мат и оскорбление второй стороны которая перебивала оскорбляла смеялась и все это ничего не останавливалась чему бы не вызвали 102 в заседании ну на тот момент я уже достаточно общалась с полицией чтобы понимать что шевченковское управление полиции которые в позже в двадцать первом году в июне напала у меня на меня у меня дома на глазах гос исполнителя мне не поможет поэтому я не вызывала полицию потому что в моем случае я приехала бы это же не обязательно штора и дел входит группа адвокатов и дело молниеносно начинает рассматриваться просто молниеносно пачками вот так судебное заседание пачками это раз в месяц раз в неделю в мае несколько в июне там четыре или пять в августе четыре или шесть ну то есть я же говорю пачками вот и наши суды демонстрируют удивительную скорострельность на подумать к чему хорошему приобщить может конвейеру поставить пускай патроны в ссу клепают не вынесено ухвала о закрытии подготовительного заседания и переходе к стадии рассмотрения нигде это не зафиксировано как вы условно сегодня объявляете о том что это уже нет я сказала что это рассмотрение там есть ухвала ознакамливайтесь но мы сколько не ознакамливается по сей день ее там нет вот и так как мы естественно ухвалы нет а у нас то еще там часть недоподанных доказательств ходатайство о заслушивании свидетелей естественно 30 когда нас не было были приняты абсолютно все доказательства второй стороны и ходатайство о заслушивании свидетелей и 9 было 9 июня и 10 июня было заседание и мы 9 узнаем о том что задним числом вынесена ухвала рассмотрений 10 мы приносим все доказательства о ходатайство о заслушивании свидетелей которые она не принимает уже потому что закрыта подготовительная и в этом ну в дальнейшем всем рассмотрении был были свидетели которые четыре раза приходили с моей стороны все свидетели заявленные в ходатайстве четыре раза на четыре заседания приходили и по несколько часов сидели под залом заседаний и ждали чтобы она их заслушала она не заслушала ни одного свидетеля с моей стороны ни одного отказ до никого хотя они сидели под залом заседания и она заслушала всех до единого со второй стороны она заслушала экспертов одна которая без высшего образования без любого разрешения на право занятия деятельностью вообще психологической не говоря уже о том чтобы проводить экспертизы да а вторая это сотрудник какого-то частного образовательного учреждения некая гритковец психолог психолог какой-то христианской психологии и вот она проводила зеленую комнату я проверила реестр у нее нет лицензии она не является судебным экспертом психологом который бы мог привлекаться в заседание или выносить подобные оценки заключения состояния ребенка но тем не менее написала свои выставки а прямо в судебном заседании она сказала что последнюю оценку маха она делала с методологии смайлики на телефоне она и показала смайлики вайбере и маша сказала что маму для методологи нет конечно Что мама – это красный демонический смайлик. И на основании этого она вынесла решение, что ребенку… Она же христианской психологией занимается. Хорошо, хоть не кучка говна. Что мама – это демонический смайлик, и на основании этого она, как психолог, рекомендует ребенка ограничить от мамы и не общаться. На вопрос, на как долго ограничить, а как вернуть к общению маму с ребенком. Она ответить не смогла, она говорит, ну, я думаю, года три лучше ограничить, а там посмотрим. В комиссии находились люди, которые знают гритковец, психолога лично. И эти женщины прямо в заседании опеки говорили о том, что они удивлены и потрясены фактом, что гритковец проводит психологическую экспертизу детей. Они говорят, она же не практикующий психолог, она просто клерк в учреждении образователя. Может быть, она читает этот предмет как преподаватель, но она не является практикующим психологом. И этот человек составлял или не составлял экспертизу, но давал какие-то бумажки. А второй эксперт – это шарлатанка, которая учится на психологическом факультете, не имела на момент написания экспертизы ни одного диплома, никакого. Позже, немножко позже, там, парой месяцев, она получила диплом бакалавра, но экспертиза составлялась… Иными словами, доказательства ненадлежащие. Абсолютно. Но этого эксперта тоже притула, заслушала в суде, и она говорит, вы составляли ранее когда-нибудь экспертизу детей? Она говорит, нет, это был мой первый раз. А какие методики вы знаете для проведения экспертизы детей? Хотя бы две-три назовите. Ответа на этот вопрос не последовало. Но показание этого эксперта и ее экспертное заключение также принято как доказательство по делу. И на этих экспертных заключениях построено решение судьи притула. Следом уже за заслушиванием всех свидетелей и экспертов, притула постановила заслушать мнение ребенка. На тот момент Маше было 6 лет. И на тот момент ровно год Маша не имела возможности общаться со мной ни в какой форме. Ее несколько раз, три или четыре раза привозили на исполнительные действия. По решению апелляционного суда по графику встречи. Но на исполнительных действиях она находилась в машине, окруженная охранниками на заднем сидении. С каждой стороны сидит охранник, машина заблокирована. А что благосостояние папы настолько улучшилось, что он теперь у нас с охраной ездит? Папа безработный. Есть просто человек, который ему помогает. Дама сердца? Нет, это не дама, но может быть сердце. Даже так. Движемся, движемся к либеральным ценностям. Абсолютно. Если пробить номера всех машин, которые были на исполнительных действиях, это Александр Соколовский. Это бизнесмен, корни которого находятся в Донецке. Возглавляющий компанию «Текстильконтакт». Компания, которая сейчас декларирует, что они работают на территории Украины. Но еще, согласно данным журналистского расследования, которое проводилось с 2014 по 2017 год, это открытые данные, они все есть в интернете, можно ознакомиться с доказательствами. Он занимался контрабандой из зоны АТУ, а, собственно, из Донецка, на территорию Украины, потому что там у него по сей день, даже сегодня, находится действующее предприятие «Текстильконтакт», которое производит ткани и фурнитуру. В «Квази-республике». Абсолютно. И у этого так называемого бизнесмена есть собственная волонтерская группа. Если посмотреть, чем эта волонтерская группа конкретно сейчас помогает ЗСУ, то вы не найдете, чем они конкретно сейчас помогают ЗСУ. А, они помогают, может, они декларируют, что они помогают в ЗСУ? Они декларируют, конечно, они что-то декларируют, да. Но, по факту, вся деятельность, которая была такая очень масштабная, очень распиаренная, они возили в зону АТУ студию «Квартал-95», Арсена Мирзаяна, Тони Матвиенко, там, прокисшие салаты оливье, ну, мы же понимаем, да, в каком состоянии салат оливье, заправленный майонезом, который в пути четыре дня находился, это все они там возили в зону АТУ, но зачем-то им для этого сначала нужны были, по-моему, у него пятитонник, у этого волонтера был, что возилось в пятитоннике и с чем он возвращался на территорию Украины, когда он отвез прокисшие салаты. И уже по показаниям не очевидцев, а совершенно участников, когда я узнала, что предприятие даже после 2017 года не прекращает свою деятельность в зоне АТУ, учитывая, что я сама родом из Донецкой области, я в Донецке прожила длительное время, то, конечно, там даже сейчас находятся люди, которые не смогли по каким-то причинам выехать, и они вынуждены там работать. Вот так вот эти люди подтверждают, что текстиль контакта работает, он находится в центре города, и деятельность предприятия не останавливалась ни на день, это действующее предприятие, собственником которого является Александр Соколовский. Вот. И по каким причинам этот человек решил помогать моему бывшему супругу, я не знаю, но когда я узнала, что он ему помогает, и фактически Алексей Большов неофициально является то ли исполнительным, то ли генеральным директором текстиль контакта в Украине, я, естественно, к нему обратилась и нашла его контакты в Фейсбуке, и написала ему напрямую, что, ну, я представилась, кто я, да, и какой у меня суть спора с Алексеем, и я говорю, что, учитывая, что, ну, уже было невозможно отрицать, что его личная охрана приезжала на исполнительные действия, то я обратилась, я говорю, так как вы знаете ситуацию только с одной стороны, да, вы не знали меня лично и не могли судить о том, кто я и что я, и если, ну, как бы вы нормальный человек, да, то, соответственно, пожалуйста, помогите организовать просто круглый стол, начать переговоры, потому что моя цель это была, ну, как бы непосредственно вызвать человека на переговоры, да, уже в переговорах можно договариваться на каких-то условиях, выгодных, невыгодных, ну, хотя бы говорить. А что ответил Александр Соколовский? На что он мне ответил, что я не могу влиять на ход судебных рассмотрений, а я говорю, так я же не просила вас влиять на ход судебных рассмотрений. Притула вынесла решение, да, о месте проживания ребенка с папой, аргументировав это тем, что согласно заключениям экспертов, психологов, показаний, свидетелей, которые меня не знали, знали только папу, и непосредственно мнение ребенка, озвученном в судебном заседании, определить место проживания ребенка с папой. На тот момент решение было вынесено 30 августа 2020 года, а постанова апелляционного суда о том, что у нас действует график встреч 50 на 50. Это значит, что 50% времени ребенок проживает с мамой, а 50% времени ребенок проживает с папой, и папа обязан привозить, согласно графика ребенка, по месту, адресу проживания и регистрации мамы. Как в Америке. Да, вот. В августе, на момент вынесения решения, с декабря месяца, учитывая, что это еженедельно, да, и прошло более половины года, то есть было более 30 актов государственного исполнителя о том, что решение не было выполнено ни разу. И были видеозаписи предоставлены, исполнительных действий, акты государственного исполнителя, постановы о наложении штрафов, ограничении на право вождение, на право ношения оружия, на выезд за границу, на сумму долга, ну, постоянно выносились штрафы денежные. На момент вынесения решения у нее уже было более чем достаточно доказательств того, что папа препятствует общению, более того, учитывая, что у ребенка есть врожденная патология, и она постоянно нуждается в медицинском сопровождении, осмотрах, коррекции, терапии. А папа это ничего не выполнял, ну, он сам предоставил доказательства того, что он приехал к врачу, и врач написал, что ребенку нужно провести обследование в условиях специализированного медицинского учреждения. И папа это обследование не провел. То есть на сегодняшний день мы не понимаем вообще, в каком состоянии находится ребенок. И Притула вынесла это решение. Решение было вынесено в пользу папы. Соответственно, мы сразу подали апелляцию. Естественно, мы сразу написали касацию на это решение и подали в касационный суд. И мы оказались в ситуации, когда, с одной стороны, есть решение о проживании ребенка с папой, с другой стороны, есть незакрытое исполнительное производство, по которому не исполнено ни разу решение суда. Есть открытое уголовное дело на папу за невыполнение решения суда по 382-й статье, открытое еще в марте или в апреле 2021 года. То есть уже полтора года действует. И по которому ничего не происходит, только отписки о том, что идут следственные действия. А что, собственно, исследовать, непонятно. Вот. И мы подаем касацию. Мы подали касацию, и сразу была определена коллегия судей из Титова, Каратенко и еще один судья. Но он не так примечателен. Почему эти фамилии я запомнила? Потому что судья Каратенко, он из Луганской области, он работал в апелляционном суде. Сколько раз я слышу эту фамилию в своих передачах? Вы даже не представляете. По исходя из этих квитанций, долг папы перед ребенком по части алимента составил около 10 тысяч долларов. В первой инстанции судья Стопчук, Печерский районный суд города Киева, Киевский апелляционный суд и Верховный суд Каратенко. Все эти суды абсолютно не рассматривали это дело, игнорировали полностью мои доказательства, игнорировали все подсчеты, игнорировали его квитанции, не дали никакой правовой оценки, принесены доказательствам. Да, апелляционный суд Луганской области и в этом же суде, что примечательно, и вообще в Луганской области работал сначала следователем, а потом сотрудником суда племянник адвоката моего бывшего супруга, которая как-то вот однажды пробовала себя на позицию судьи в Верховный суд, не прошла, но декларация осталась. И вот в декларации был обозначен этот племянник, который работал сначала с Каратенко в Луганской области, а теперь он работает в канцелярии или администрации, как это правильно у них называется, в Верховном суде в городе Киеве, в той же второй палате, в которой работает Каратенко. Есть поедемы пути. Да, какие совпадения? Я поэтому говорю, что я не верю в совпадения в этом деле. Хорошо продуманный экспромт. Может быть. И, соответственно, мы подаем апелляцию, нам назначают коллегию судей, случается война, и дело полностью останавливается, его не рассматривают. Сначала его куда-то передавали, боясь, что в Киеве суды не смогут осуществлять свою деятельность. Потом дело вернулось обратно на рассмотрение, и было назначено заседание на... А, сначала была вынесена ухвала о передаче дела на расширенную коллегию судей, и в этой уже в расширенной коллегии судей поменялся головующий судья. При передаче на расширенную коллегию судей была назначена новая головующая судья, Червинская, которая дальше уже рассматривала дело в составе расширенной коллегии. И 20 июля 22-го года было рассмотрено дело и вынесено решение оставить в силе решение предыдущих инстанций и место проживания дочки с отцом. То есть пятый месяц войны? Да, да, да. Вот. Что было абсолютным для меня ударом, я скажу честно, после того, как у меня было решение касации по обеспечению иска, да, с их доводами, с тем, как они его рассмотрели, с тем, насколько это было абсолютно законно и профессионально сделано, я была повергнута в шок и ужас, когда читала текст постановы Верховного суда по месту проживания, потому что в тексте была прям вот выделена так отдельно, отделена абзацами такая фраза о том, что судами предыдущих инстанций установлено, что папа не мешал общению и встречам ребенка с мамой. И это при 50 плюс актов госисполнителя, постанов, при уже одном открытом производстве европейского суда, потому что по обеспечению иска, учитывая, что в Украине я прошла все инстанции и не смогла добиться исполнения обеспечения иска, я обратилась в Европейский суд. И Европейский суд уже открыл производство, поэтому заявлению оно открыто, оно находится в работе, мы ожидаем решения. И несмотря на это, все документы были поданы судье Притуле, на этом акцентировалось внимание во всех последующих инстанциях, и несмотря на это, суд написал эту фразу и сказал, что учитывая, что папа не мешал и не препятствовал общению, и ребенок озвучил, что хочет проживать с папой, вот на этих двух китах построены решения всех инстанций. Ну и на заключениях недопсихологов. И когда я получила это решение, естественно, я собираюсь его обжаловать в Европейском суде, также и для этого я поехала ознакомливаться с материалами дела во всей инстанции для того, чтобы готовить... Сами поехали? Да, лично. И в Шевченковском суде в конце августа, когда я приехала ознакомливаться, я выяснила, что два тома дела так и продолжали находиться в архиве. То есть Верховный суд эти документы даже в глаза не видел? Абсолютно. Это коллегия, которая в 100% дел такого характера, где один из родителей препятствовал встречам с другим, где были такие же доказательства, где ребенка заслушивали без психолога в таком маленьком возрасте и пытались опираться на это мнение, выносили решение о том, либо про пересмотр дела, либо отменяли решение предыдущих инстанций и выносили новые решения в пользу того из родителя, который... У вас было по-другому. А почему так? С чем вы это связываете? Мое решение единственное у их коллегии, которое полностью противоречит... Ну, вы лично. Как себе объясняете? Я это объясняю только коррупционной составляющей. Я не могу себе найти другого объяснения, почему коллегия судей, которая следовала букве закона, европейской практике, во всех предыдущих делах, а их не менее десяти. То есть я все это собираю, тоже изучаю, погружаюсь в это. И мое решение единственное, которое выбивается из всей этой логики. Я не знаю, как это объяснить. И в первой, и во второй, и в третьей инстанции. Абсолютно. Первая, вторая, и третья инстанции. Когда я выяснила в конце августа, что два тома продолжают находиться в архиве, но получается, что апелляционная инстанция и касационная инстанция по основному делу, по местопроживанию рассматривала эти все дела и жалобы без двух томов дела и без половины доказательств. И никого ничего не смущает. Когда-то один норвежский правозащитник мне сказал, отложенная справедливость – это неисполненная справедливость. Всегда нужно дожимать до конца, до результата. Просто для того, чтобы другим не было повадно. Война внесла свои коррективы, поэтому в данный момент сейчас вообще в Украине добиться ничего невозможно. И куда бы ты ни приходил, и куда бы ты ни обращался, все говорят, извините, у нас война, нам не до вас. Не до вас? Ну, до них. Я желаю вам Божьего благословения, успехов, удачи. Я уверена, что она вам пригодится. Спасибо. С вами была адвокат Марина Наприенко-Весельская. Если вы столкнулись с беспределом власти мущих, обращайтесь, и мы непременно найдем выход. Помните, удача награждает настойчивых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова